МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 12-м канале час новостей. В студии Денис Уонос. Здравствуйте. В помощь сельским медикам губернатор вручил ключи от 30 новеньких карет скорой помощи и санитарных автомобилей. В какие районы отправится транспорт? Не просто волна, цунами. Новая атака коронавируса обещает стать самой мощной за всю пандемию. Страна постепенно возвращается к тотальному локдауну. Ужесточить ограничения могут и в Омске. Впервые за 8 лет в Омске может серьезно вырасти минимальный взнос за капремонт. Когда ждать повышения и с чем оно связано? Запасайтесь валидолом. Матч получится адреналиновым и ярким. Уже сегодня вечером ястребы скрестят клюшки с питерскими армейцами, которые считаются лучшими в реализации своих бросков. Какую тактику нужно выбрать нашим, чтобы победить? Анализ и прогноз на игру у Максима Кричанина. И попал в оконный плен. В одном из омских дворов развернулась настоящая спецоперация по спасению кота. Медицинская помощь на селе станет еще доступнее. Губернатор Александр Бурков вручил граф-врачам на районных больниц ключи от новых машин скорой помощи. Всего 30 УАЗов и Газелей. Техника оборудована всем необходимым, что позволит оказывать пациентам специализированную помощь прямо во время транспортировки. Автомобили в регион поступили по программе модернизации первичного звена системы здравоохранения. На их покупку из федерального бюджета выделили около 100 миллионов рублей. Как отметил губернатор, новая партия машин пришла в регион как нельзя кстати. Здесь помощь действительно своевременная. Мы видим сегодня рост заболевания. Поэтому как раз машины вовремя, руки есть человеческие, талантливые. Наши медицинские работники, которые приходят на помощь. И вот это как раз в осеннюю распутицу в наших муниципальных районах обеспечит своевременный приезд в бригад скорой помощи. Очень хорошая комплектация с кислородными баллонами. Можно и как под ковидных больных, и под любых больных, и людей с травмами. По словам медиков, благодаря автомобилям возможности оказания помощи тяжело больным значительно увеличатся. Врачи смогут следить за состоянием пациента вплоть до приезда в больницу. К тому же такие машины гораздо удобнее как для врачей, так и для водителей. Для нас это очень большое подспорье, потому что все машины уже у нас достаточно изношены и требуют замены такого класса автомобиля. Они нам необходимы. Чтобы тяжелых больных становится больше. И для того, чтобы в более комфортабельных условиях наши пациенты находились во время транспортировки, конечно, это очень важно. Руководителям компаний, которые не смогут полностью остановить деятельность предприятий в нерабочие дни, рекомендовано на это время задействовать минимальное количество сотрудников. Об особенностях режима, который будет введен уже на следующей неделе, рассказали представители Минтруда. На зарплате омечей внеплановый отдых не скажется. При этом полного локдауна не будет. Начальник предприятия может самостоятельно определить количество сотрудников, которые продолжат трудиться. По возможности специалисты советуют использовать дистанционные технологии. Для этого у работников должно быть все необходимое. При определении численности состава работников, которые планируются привлекать к работе в указанные дни, необходимо исходить из минимально необходимой численности работников на рабочих местах. Указанные дни, объявленные президентом, именно в целях снижения числа контактов, осуществляющихся работниками не только при рабочем процессе, но и при передвижении и обеспечении доступа на рабочие места. Добавлю, отпуск из-за введения нерабочих дней продлеваться не будет. Что касается работы поликлиник и больниц, они примут пациентов в штатном режиме. Отдыхать медики будут только в праздничные дни с 4 по 7 ноября. На это время останется лишь дежурный врач. В случае нарушения прав омичам советуют обращаться в трудовую инспекцию. По телефону 210918 специалисты проведут проверку. Тем временем Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Что изменится в ближайшее время и ждать ли омичам ужесточения режима? Наш материал. Нужно ли в Омской области ужесточать меры контроля, станет ясно после нерабочей недели. Дополнительные ограничения не потребуются, если заболеваемость пойдет на спад. В противном случае сообщают местные телеграм-каналы. Посещать торговые центры, кафе и рестораны мячи смогут только при наличии QR-кодов. Новые правила могут быть приняты уже на следующем заседании Оперштаба. В Омске сейчас фиксируют больше 400 случаев заражения ежедневно. Сегодня снова антирекорд. 435 заболевших. В отдельных российских регионах ситуация гораздо сложнее. В Нижнем Новгороде 769 новых пациентов, в Свердловской области 644. В Москве, чтобы сбить темпы заражения, было решено ввести тотальный локдаун. Уже с четверга в столице закроются развлекательные торговые центры, кинотеатры, салоны красоты и концертные залы. Рестораны смогут работать только на вынос и на доставку. По московскому сценарию с 30 октября будет жить и Санкт-Петербург. Власти пошли на это, чтобы избежать наплыва туристов из других регионов. Посетить люди смогут только театры и музеи, но только при наличии сертификатов о полной вакцинации или же справке о перенесенном заболевании. Они же потребуются и тем, кто отправляется на отдых в Сочи. Это одно из условий заселения в санатории. Потребуют QR-коды и при входе в рестораны, торговые центры, кинотеатры и спортзалы. Тем временем Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, по всей стране с 23 часов и до 6 утра должны быть закрыты ночные клубы и общепит. Сотрудники старше 60 лет обязаны уйти на удаленку. Кроме этого, губернаторам необходимо гарантировать жителям регионов два выходных для прохождения вакцинации с сохранением зарплаты. А в определенные организации теперь будут пускать только по документам о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Также президент поручил кратно увеличить охват тестирования на COVID-19 и нарастить темпы вакцинации от гриппа. Елена Бабкова, 12 канал. Между тем, Омские театры и концертный зал разрешат заполнить на 100% уже в ноябре. Это позволит сделать все та же система QR-кодов, которую запустят с 8 ноября. Зрителям необходимо будет иметь с собой один из двух документов. Это QR-код в электронном или печатном виде, который выдается после полного курса вакцинации или же перенесенного в течение полугода коронавируса. Пропуском может стать также справка. Оригинал, а не копия о том, что человек переболел COVID-19. Можно будет предъявлять и прививочный сертификат. В течение двух недель работникам сферы культуры предстоит максимально проинформировать зрителей на новых правилах посещения, в том числе и о сдаче или обмене билетов. Самое главное – сохранить здоровье омичей. Безусловно, некое время должно пройти, чтобы посетители наших учреждений привыкли к этому формату работы. Все мероприятия, запланированные к проведению на ноябрь, у нас сохраняются. Прежде всего, это вся текущая деятельность наших театров, Омской филармонии, выставочные экспозиции. Так, в ноябре у нас театр «Галерка» приглашает посетить показы в рамках первого фестиваля «Достоевский Омск», приуроченного как раз к юбилею Великого Писателя. Поэтому культурная палитра остается насыщенной. Мы остаемся открытыми для омичей, для гостей города. К другим новостям. Минимальный взнос на капремонт в Омске может увеличиться почти в два раза. С таким предложением выступила региональная Минэнерго. Согласно документу, уже с начала 2022 года плата за один квадратный метр площади квартиры поднимется до 11 рублей 43 копеек, вместо прежних – 6 рублей 70 копеек. Как поясняют специалисты, из-за того, что сумма не меняется уже 8 лет, дефицит фонда сейчас составляет 1 миллиард 600 миллионов рублей. Новый проект постановления уже отправлен на антикоррупционную экспертизу. Затем его представят на рассмотрение регионального правительства. Добавлю, с вопросом по пересмотру тарифа представители ведомства выступали еще в прошлом году. Увеличить его предлагали в полтора раза. Однако тогда губернатор Александр Бурков принял решение не поднимать плату из-за пандемии коронавируса. Пострадавших накануне в серьезной аварии на Ленинградской площади уже отпустили домой с больниц. ДТП произошло в минувшие выходные. 42-летний водитель троллейбуса двигался по проспекту Маркса и на перекрестке с улицы Масленникова нарушил правила. При повороте налево не пропустил газель. Микроавтобус на скорости влетел в общественный транспорт. В итоге медицинская помощь потребовалась сразу нескольким пассажирам маршрутки. В БСМП номер один после ДТП на Ленинградской площади были доставлены 5 человек. Всем была оказана медицинская помощь и все после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии отпущены домой. Характер травм у пациентов, ушибы, ссадины. За нарушение правил дорожного движения водителю троллейбуса грозит административное дело и штраф 1000 рублей. Более серьезным будет наказание для виновницы другого ДТП на проспекте Королевы. 51-летняя владелица Тойоты Приус вылетела навстречу и протаранила две легковушки. После чего ее иномарку отбросило на третье авто. Пострадали шестеро человек. Среди них шестилетняя девочка. Виновница аварии была пьяна и без прав. В автаврическом районе 33-летняя автоледи на Тойоте вылетела с трассы в Кювет. Машина перевернулась. Врачи госпитализировали водителя и двух пассажиров, в том числе шестилетнего ребенка. Еще одна перевернувшаяся машина в Омском районе. С автодороги Омск-Муромцева на Ниссане вылетела 17-летняя студентка без прав. Девушка погибла на месте. Ее 18-летний пассажир в больнице. Омичей предупреждают о случаях нового вида мошенничества. На этот раз аферисты играют роль переписчиков. В стране, напомню, продолжается масштабный опрос населения. В первую очередь в зоне риска пенсионеры. У них преступники пытаются выяснить информацию о доходах, а также получить сведения о родных и месте работы, чтобы узнать, когда в квартире или доме никого не будет. Также правоохранители отмечают, так как перепись в этом году проводится в том числе и в онлайн формате, мошенники могут рассылать СМС с просьбой передать свои личные данные. Отвечать на такие сообщения нельзя. Чтобы не стать жертвой преступников, важно помнить, что настоящие переписчики одеты в специальную форму. У них всегда при себе служебное удостоверение, бейдж и паспорт. При этом требовать какие-либо документы и задавать вопросы, касающиеся финансов, переписчики не имеют права. Амичи просят быть внимательными, а если все же вы стали жертвой мошенников, нужно незамедлительно обратиться в полицию. Яхаки. Авангард против лучшего вратаря КХЛ. Сегодня вечером в Балашихе ястребы сразятся с командой СКА и Санкт-Петербурга. В составе армейцев играет лучший на данный момент голкипер по коэффициенту надежности, проценту отраженных бросков и количеству сухих матчей Ларс Юханссон, который еще в прошлом чемпионате бился в финале против Амичей, но в составе ЦСКА. Предстоящий матч должен собрать немало зрителей. У экранов ТВ он является единственным в рамках сегодняшнего расписания в КХЛ. Встречу 12 канал покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. Ну а Максим Гречанин уже готов рассказать, что ждет Авангард на домашнем льду. СКА в Балашихе против Авангарда это всегда зрелищно и интересно. И учитывая то, как играли команды именно в Подмосковье в последние сезоны, болельщики вправе рассчитывать на то, что сегодня матч получится адреналиновым и ярким. Особенно добавляет красок тот факт, что СКА в прошлом межсезонье, в 2020 году, избавились от Дергачева, Якупова, Прохоркина и Каблукова. Все эти четыре хоккеисты сейчас играют в Авангарде. И больше всех наверняка сегодня заряжен будет на игру против армейцев именно Наиль Якупов. Потому что в четырех матчах против СКА в составе Авангарда, на предсезонке в составе Амичей, а также в составе Амура в прошлом чемпионате Якупов набрал 4 очка. Поэтому сегодня именно от Наиля ждем адреналинового всплеска и того, что он поведет команду за собой. Если говорить об армейцах, то вполне возможно, что сегодня за СКА дебютирует Микка Лехтанин, атакующий защитник, права на которого СКА получил из Йокерита. Пока Лехтанин не сыграл ни одного матча, ни с Йокеритом в одном из прошлых туров, ни против Кунь-Луня, но вот сегодня велика вероятность того, что именно он в матч против Авангарда дебютирует. И мы увидим противостояние одного из самых результативных игроков обороны Авангарда, Оливера Каски, и одного из самых бросающих защитников теперь у СКА, Микка Лехтанина. СКА – это команда, которая является одним из лидеров по реализации своих бросков. Больше 11% – это очень высокий показатель. Плюс ко всему СКА является лидером Запада по заброшенным шайбам – 71. Но этот факт не должен смущать болельщиков и не должен никак напрягать нас с вами, потому что треть шайб СКА забросили в ворота Адмирала, Амура, Кунь-Луня и Витязя. Если обратить внимание, опять же, на игру СКА и именно на выезде, то четыре поражения из семи армейцы потерпели, как раз играя в гостях. При этом в каждом из этих семи матчей армейцы пропускали первыми, что говорит о том, что сегодня нам желательно забросить раньше оппонентов и затем уже контролировать ход матча и не давать подавить себя во втором и в третьем периодах, где петербуржцы традиционно сильны. И вот какие материалы готовим к итоговому выпуску новостей. Не пропустите в 19.30. На руинах несостоявшегося памятника в Омске в одной части сравняли с землей объект культурного наследия. Внести в реестр одну из построек бывшего судоремонтного завода должны были со дня на день. Но строители, которые поблизости возводят жилой микрорайон, добрались до лакомого куска земли быстрее. С утратой этого дома нельзя уже показать, что здесь когда-то был судостроительный завод. И уничтожено память место. То есть строят как будто в чистом поле. Чем уникально было здание Центра управления Слипом и накажут ли виновного, Ксения Пашкова расскажет. Они способны научить многому тело, разум и сердце. Так лошадей описывал древнегреческий философ Ксенофон. А спустя тысячелетия это подтверждают и современные наездники. Они говорят, любовь к лошади вечно. Главное – найти подход. У нас очень много происходит ошибок. Что мы видим, что лошадь перспективная, хорошая. Мы начинаем очень много ее грузить. И получается очень много травм. То есть нужно не переусердствовать. Терпение. Больше терпения. Расслабят душевно и помогут избавить от физических недугов. Эти грациозные создания – знатные лекари. Верховая езда – один из методов реабилитации. О том, что о мечей приводят в конные клубы и как выбрать свою лошадь, расскажем в 19.30. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Омске уже через несколько часов. По прогнозам синоптиков, бушевать стихия начнет около 9 вечера. Причем стихнет ненастью только спустя сутки, к концу следующего дня. Спасатели напоминают, в такую погоду опасно находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами. Не стоит парковать авто около металлических заборов. Также с балконов следует убрать вещи, которые ураганом может выбрости на голову прохожим. Вместе с сильным ветром в регион придут и холода. К ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок, пойдет снег. Осадки обещают вплоть до выходных. Снежными будут и первые две недели ноября. Последняя подготовка перед чемпионатом мира. В Омске 28 и 29 октября пройдет престижный всероссийский турнир по самбо на призы трехкратного чемпиона мира Александра Пушницы. Как рассказал сегодня прославленный спортсмен в эфире радио Монте-Карло Омск, предстоящие соревнования являются последним крупным турниром перед стартующим в середине ноября мировым первенством в Узбекистане. В нашем городе соберутся порядка двухсот человек. Александр Пушница также заверил, что несмотря на вводимые в других регионах ограничения, соревнования отменять не планируют. Буквально в пятницу у нас был проведен оргкомитет городской администрации. И было принято решение, что у нас турнир входит в календарный план России и мы имеем право проводить его. То есть отмены не будет. А зрителям можно будет приходить на Красную Звезду? Там тоже будет ограничение, но проходить можно будет, но будет ограничение. Вызволил кота из плена. Видеоспасательная операция, которая развернулась в Омске, появилась в соцсетях. Животное застряло в окне, оно было открыто на проветривание. По словам очевидцев, в ожидании помощи мяукать до хрипоты коту пришлось несколько часов. Один из прохожих решился спасти беднягу. Подтолкнуть кота, стоя на земле, не получилось. Тогда мужчина вскарабкался на подоконник, схватил пленника за шкирку и бросил в комнату. Так что спасательная операция увенчалась успехом. Отмечу, открытые окна очень опасны для питомцев. Попав в такую ловушку, кошки получают серьезные травмы и даже могут погибнуть. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра 26 октября в Омске области пасмурно. В Омске ночью 0,2, днем плюс 3, плюс 6. В районах в ночные часы 0,1 градус выше 0, а в дневные часы плюс 2, плюс 4. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Итоги дня подведем в 19 часов 30 минут. Не прощаюсь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.